В Барнауле подешевело вторичное жилье. По крайней мере, так утверждает сайт недвижимость Алтай. И говорит о том, что это случилось впервые за пять месяцев на фоне массовых заявлений о росте цен. Один квадрат однокомнатных квартир якобы потерял 300 рублей, двухкомнатных 500, гостинок 400 рублей. Ну вот так ли это? Мы поговорим сегодня с экспертом, членом союза риэлторов Мариной Ракиной. Марина Сергеевна, здравствуйте. Добрый день. Насколько весомы такие цифры и действительно ли произошло такое падение? Я бы так категорично не заявляла. Если мы переведем эти цифры в деньги, мы поймем, что в среднем это 5-7 тысяч рублей с квартиры получается. О каком падении цен мы можем говорить? Это просто весенняя корректировка, переходный период от зимы к лету, не более того. То есть, как мы в риэлторской среде называем, это сумма на торг определенная. То есть, фактически ничего не произошло? Ничего не произошло. Что сейчас происходит на рынке? Каково коребания цен на первичном, на вторичном рынке жилья? У нас идет очень хорошая позиция и активная позиция покупательской способности. Не так давно нами была проведена выставка новостроек, через которую прошли порядка 900 с лишним человек. За три дня это те люди, которые изъявили желание приобретать недвижимость. Поэтому мы наблюдаем хороший спрос со стороны покупателя. И рынок предлагает нам огромный выбор. Либо вторичное жилье, которое сегодня имеет порядка 44 тысяч за квадратный метр. Либо первичное жилье, которое имеет 41-42 тысячи рублей с квадратного метра. И это, наверное, впервые в истории, когда они практически сравнялись в своей стоимости. Но есть возможность выбора у человека, либо зайти в квартиру, которая уже, скажем, отремонтированной, в ней можно жить с инфраструктурой. Либо все-таки в новое жилье, как нам говорят клиенты, до этого, чтобы никто не жил. То есть новое жилье, где они сами делают ремонт под себя уже. И, соответственно, уже привыкают к той инфраструктуре, которую предлагает данный микрорайон. Марина Сергеевна, вот те нововведения в законодательстве, которые вскоре будут введены, в частности, в долевом строительстве, когда застройщик должен будет деньги получать от банка, а не напрямую от клиента, к чему, на Ваш взгляд, это может привести? Приходится подстраиваться под реалии рынка. Конечно, с 1 июля 2018 года вводятся изменения, когда на новые разрешения на строительство, которые будут выданы после 1 июля, застройщик будет обязан открывать экскроу-счета. И, конечно, как мы предполагаем, это будет в более прозрачную работа с застройщиком. Должно защитить дольщика. Защитит однозначно дольщика, потому что банк будет смотреть и целевое использование денежных средств, и, собственно говоря, весь набор этих денег, которые будут поступать застройщику. Но мы, как всегда, всего нового опасаемся и думаем, вдруг это будет чуть дороже, потому что банк возьмет комиссию, вдруг это будет чуть длиннее, да, с точки зрения того, что человеку нужно будет куда-то пойти, в какой-то банк, какой-то счет открывать, куда-то вносить деньги. И пока это неизведанное для нас вызывает определенные такие вопросы. Не может ли это привести к тому, что вообще на первичном рынке, на нулевом цикле, квартиру нельзя будет купить? Пока нет. Этот закон еще рассматривается в ближайшем будущем. Но, как мы понимаем, правительство сделает все для того, чтобы у человека были защищены его права. Но нам бы все-таки хотелось сохранить возможность инвестирования. И мы ждем каких-то разъяснений, скажем так, в ближайшее время от нашего правительства. В последнее время в край приходят застройщики, которые строят целые кварталы с какими-то креативными названиями, джаз, там еще какие-то интересные, то есть целый образ жизни, казалось бы. Вот на ваш взгляд, стоит ли им доверять, потому что все-таки новые игроки на рынке людям? И к чему это может привести, как люди реагируют? Вот видите, какая интересная у вас позиция. На самом деле, это старые застройщики наши, просто они так, прошел у них апгрейд, да, есть такое слово. Когда вдруг поняли, что, ну, скажем, одинаковые два дома панельных продавать неинтересно. Их нужно как-то что-то интересное внести. И вот эти названия сегодня привлекают людей. Привлекают, ты где живешь? В ЖК «Крылья», ты где там купил квартиру? В ЖК «Джаз». В «Матрешках». Да, в «Матрешках», в конце концов. И мы понимаем, люди понимают, все понимают, что идет брендирование квартала определенного. И у нас есть уникальный сегмент, когда в одном квартале территориальном уже находятся 3-4 дома с разными названиями. И это идет отличие. И отличие не просто по названию. Что самое интересное, застройщик предлагает сегодня брендировать все. Подъезды, входные группы, детские площадки. Детские площадки как космос, да. Отличия друг от друга происходят в разном. И вот не так давно вышел еще один из самых уникальных, наверное, проектов «Уан Лофт», где вообще вау, восторг вызывает отделка внутренняя. И человек понимает, что он переходит просто в другой образ жизни. Спасибо вам огромное за время и за интересную беседу. Это была программа «Наше время». Мы беседовали сегодня с членом Союза риэлторов Мариной Ракиной. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»